Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о Google Stadia. Или Stadia, ну короче не суть. Для тех кто не знает, вчера Google провела шоу под названием GDC 2019, в котором показала свой взгляд на игровую индустрию и рассказала о том, над чем она трудилась долгое время. А трудилась она над проектом под названием Stadia, который является неким облачным стриминговым сервисом, который позволяет играть везде, где только возможно. По сути, то же самое мы слышали и от Майков, и об их xCloud, которая по сути представляет из себя то же самое. Не знаю, как будет работать xCloud, какие фишки он предложит, но Google на презентации рассказала о многом и давайте по порядку. На презентации было заявлено, что игры будут воспроизводиться в 4К и 60 FPS на старте. Это все будет реализовано с помощью интернет-соединения. По словам от Google, даже при самом дерьмо интернете у вас все будет нормально. Через какое-то время игры будут воспроизводиться в 8К и 120 FPS и выше. Ну, вы представляете, да, что за цифры? Система поддерживает кросс-платформу, поддерживает любые геймпады, даже от Xbox One. В игры можно будет играть на любом устройстве, будь это слабый ПК, телевизор, телефон или ноутбук. Главное, чтобы было интернет-соединение. И для того, чтобы начать играть, нужно будет нажать всего лишь на одну кнопку или просто перейти по ссылке. Загрузка игры у вас займет всего 5 секунд. Якобы всю вычислительную мощь возьмут на себя дата-центры. Но это еще не все. Помимо всего перечисленного, игры можно будет транслировать на YouTube и играть со зрителями. Типа, ты стримишь какую-нибудь игру, и твой зритель может без проблем присоединиться и сыграть с тобой вместе. Я когда смотрел презентацию, я просто вытащил глаза и тупо офигевал от всего показанного. Вдумайтесь, больше не нужна будет консоль, не нужно будет железо. Достаточно иметь устройство для управления и интернет. И больше ничего, и вы также сможете играть в свои видеоигры. Кстати, о них было лишь сказано про Doom, про то, что они запускали Assassin's Creed Odyssey и какие-то инди-проекты с полной разрушаемостью. Где-то мы это ведь проходили, да? Да, действительно, это показалось немножко странно. Говоря о технологии, которая напрямую связана с играми, не рассказать о самих играх, которые будут доступны на этой платформе. Да, на презентации Xbox было то же самое, но там мы все понимали, что он хотя бы будет запускать все игры нового поколения. А тут пока даже не ясно. Да, нам показали еще и NBA, Assassin's Creed, Doom, но о других проектах сказано по сути не было. И поэтому какой список игр на этой платформе будет доступен, пока неизвестно. Также не очень понятно, сколько это будет все стоить. Также интересно, будет ли это когда-то в России, так как заявлено, что технология будет в США, Канаде, Великобритании и Европе. И пока Россия пролетает, да. В целом идея очень крутая, то, что ты можешь играть везде, то, что будет невероятная графика вплоть до 8К, не будет привязки к железу, что соответственно не будет тормозить прогресс, что все игроки объединятся в одно огромнейшее комьюнити. Ну, сука, не слишком ли все сказочно? Да, я понимаю, что на дворе 21 век, технология развивается невероятно быстро, что порой офигеваешь, до чего прогресс дошел, но для меня это пока немножко все сказочно. Если уж играя онлайн на стационарке все лагает, то будто через сеть лагать не будет. Самый прикол был в том, что говоря о идеальной работе системы, у них пару раз подвис стрим. Ну, вы поняли, короче. Плюс, опять же, непонятно, сколько все будет стоить. Если это все будет действительно так, как нам обещали, то какой тогда вообще смысл в ПК или в консолях, когда для игры тебе достаточно будет телека и геймпада? Для чего тогда готовится выход нового поколения консолей? И что вообще будет с геймингом? Лично я даже представить не могу, какой ответный шаг сделают на этом Майки и Сони. Ведь если все новые игры будут на этом стаде, то нахер кому сдались стационарные железяки? Да, мы знаем, что Майки готовят аналогичную систему под названием X-Cloud, которая также будет давать играть во все возможные игры Xbox One, но что она будет предлагать в ответ на все фишки стадии? Это большой вопрос. Вообще, мне кажется, что нас ждет невероятный переворот во всей игровой индустрии, и что привычные консоли могут уйти реально в прошлое, и облачный гейминг захватит весь мир. Все, кстати, к этому и идет, и ни один гугл трудится над этим. На самом деле я как-то в шоке от того, до чего техника доходит, но в этом случае нам остается лишь смотреть на все это и ждать каких-то новых подробностей. Ну а также запуска всей этой системы, чтобы посмотреть, как это будет работать на деле. А то поди все эти обещания кажутся лишь преувеличенными сказками. В общем, ждем выхода этого проекта и ждем ответа от Майков. Слишком уж интересно посмотреть на Майкрософт и их xCloud, и также очень интересно посмотреть на новые консоли, так как если весь гейминг уйдет в облако, то консоли должны будут предложить нам что-то невероятно крутое, чтобы мы хоть каплю обратили на них внимание. Поэтому будет очень интересно. И на этом у меня все. Обязательно напишите свое мнение на этот счет. Если понравилось видео, ставь палец вверх, делись им с друзьями, чтобы они тоже были в курсе этих новостей. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!